Полковник таможенной службы Александр Пермяков проработал в таможне 28 лет. Говорит, хотел себя проверить. В результате строгого отбора был принят на службу. До сих пор считает свою работу интересной и романтичной. Служба в таможенных органах, она непростая. Таможенная служба, включая в себя массу моментов, это практически отрасль нашей экономики. Ощущение от удовлетворения сделанного, это, наверное, самая большая награда. Потому что результат того, что мы делаем, это благосостояние людей, соблюдение законности. Ну и это доставляет удовольствие. Наверное, не афанатская работа. Сегодня в честь 30-летнего юбилея Самарской таможни Александр Пермяков, его сослуживцы и ветераны принимают поздравления от парламентариев, руководителей силовых структур и федеральных органов власти. Теплые слова передал и глава региона Дмитрий Азаров, который сейчас находится в служебной командировке. Таможенная служба является важнейшим элементом системы обеспечения экономической безопасности, эффективным регулятором внешней торговли, оказывающим заметное воздействие на процессы в российской экономике. Мы можем гордиться Самарской таможней, которая три десятилетия эффективно выполняет свои функции, способствует росту бюджетных доходов, инвестиционной привлекательности как нашего региона, так и России в целом. В 2023 году оперативные подразделения Самарской таможни боролись с ввозом на территорию страны контрафактных товаров, что особенно важно в условиях жесткого санкционного давления. Изъятый контрафакт ведомство передавало и продолжает это делать в Министерство обороны для подразделений, находящихся в зоне СВО. 30-летняя история – это уже серьезный возраст, серьезные достижения. На самом деле мы все можем друг друга назвать коллегами, потому что работаем плотно, работаем вместе, работаем над новыми проектами. Вы защищаете экономику, вы защищаете жителей, вы наполняете бюджеты. Недооценить вашу работу невозможно. За 9 месяцев текущего года, благодаря сотрудникам Самарской таможни, федеральный бюджет доначислено порядка 160 миллионов рублей. Оперативные подразделения ведомства в 2023-м пресекали случаи контрабанда наркотиков и стратегически важных сырьевых товаров. В результате оперативно-розыскных мероприятий за 9 месяцев текущего года было возбуждено 25 уголовных дел. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.